В 2006 году житель Аила Алмалы Осередин Токтогазиев увидел необычный сон – черную пантеру. В сильном звере с огненными глазами он узнал кенесары Касымова, последнего казахского хана. Примерно в это же время подобный сон увидел и живущий в Казахстане потомок знаменитого правителя Талгат Айдаров. Оба незнакомых друг с другом человека поняли – дух воителя не может найти покой, ему необходимо помочь. Пантера находится в яме, она вот выпрыгивает, у него такие огненные глаза, но она вот выпрыгнуть не может. Мне приснилось, что я стою по грудь в яме, которую выкопал. Рядом проходит наш имам. Я схватил его за ноги и спрашиваю – «Ата, что мне делать, продолжать копать или остановиться?» Он отвечает – «Копай, там внизу истина». Очень много снов видела сама Татишка Исара, она потомок Наурзбай Султана, потом она меня вызвала, надо выехать и найти кости Кенесары. Он в этих снах говорит, что скоро эти кости могут потеряться. Утром стал копать яму для погреба и наткнулся на человеческие кости. Сильно испугался, позвал соседа. Мы вместе выкопали останки, черепа не было, вместо него лежал синий камень. Я подумал, наверное, это останки Кенесары. Собрав все кости, отнес на кладбище и, прочитав молитву, перезахоронил в условленном месте. «Когда вот выкапывали, каждый вот, например, бросок лопаты, мы сами уже вручную так разбирали, чтобы кости не потерялись. Мы нашли три косточки всего от фаланги». Через год в Аил приехали люди из Казахстана. Стали копать и что-то искать. Я пришел к ним и спросил, что вы ищете. Они сильно обрадовались и попросили меня показать то место на кладбище, где я захоронил останки. «Вытащили кости. Это, получается, позвоночники, ребра, шейные позвонки». Парень стал копать землю и доставать кости, а Айсара Апай, причитая, складывала их на белый платок. «Вот здесь вот захоронены останки Кенесары хана, кости, которые мы привезли с Киргизии. Здесь кости захоронены в виде аманата. Потом, я думаю, когда голову привезем, соединим, джан-назад сделаем, и уже народ решит, где последнему хану покоиться с миром». Дорога людей. В поисках последнего хана. Я казах. История моей страны, современного Казахстана, это всего 5-6 сотен лет. Немного в сравнении с другими государствами. Но на этих просторах, где встречаются восток и запад, испокон веков жили кочевники. Они складывали свою культуру, свои традиции, быт и взаимоотношения. В общем, свой мир, порой загадочный для других народов. Степь бескрайня. У дорог здесь нет ни начала, ни конца. Тысячелетиями шли по ним люди. Некоторые не оставляли следов. Дух иных витает над бесконечными просторами и по сей день. Древняя традиция тюрков призывает помнить имена великих предков. Древняя традиция велит успокоить их в родной земле. Историю о Кенесаре, последнем хане казахского народа, я услышал еще в школе. И тогда не придал ей особого значения. Теперь, уже во взрослой жизни, я понимаю, насколько интересна это была личность. Одни считают его разбойником, другие – героем. Но есть факт – он сражался за независимость казахского ханства, за независимость своей страны. В своей борьбе Кенесары потерпел поражение, и враги отсекли ему голову. По законам моих предков, великий воин, собственно, как и любой другой человек, должен покоиться в земле. Но голова последнего хана так и не была найдена. А версий, где она может быть, великое множество. Версия о том, что голова хана была послана российскому императору, документально не подтверждена. Действительно, такой случай был. Из Казахстана приезжали, и мы с ними работали. Кто подтвердит подлинность головы? Можно ли сравнить ДНК древних костей и ныне живущих потомков великого хана? ДНК извлекается, сохраняется лучше всего, так скажем, в зубах. Известна традиция делать из черепов неприятелей драгоценные чаши. Тот, кто из них пил, получал силу врага. Сотрудники Эрмитажа рассказывают, что казахи, приезжающие в музей, почти всегда просят показать голову Кенесары. До 1984 года в экспозиции Омского музея был шлем, надетый на безымянный череп. Об этом черепе ведь ничего не известно. Может ли он теоретически принадлежать? Вряд ли. Государственный исторический музей, расположенный в самом центре Москвы, был основан указом Александра II в 1872 году. А Кенесары погиб в середине 19 века. Скажите, а у вас хранится голова Кенесары-хана? Когда-то было сотворено вверху голубое небо, а внизу бурая земля. Между ними обоями были сотворены сыны человеческие. Так повествует о начале эпохи господства тюркских племен в степи древняя руническая надпись. Первые упоминания этнонима тюрок встречаются в китайских источниках 542 года. Слово «тюрок» означало «союз десяти племен». От Алтая до Черного моря кочевали тюрки в Великой степи. Пока не объединил их в Великую Орду потрясатель вселенной Тимуджин. Мир знает его под именем Чингисхан. Чингисхан. Точная дата рождения неизвестна. Предположительно, между 1155 и 1162 годами. Основатели Первый Великий хан – самой крупной в истории человечества континентальной империи – монгольской. После смерти в 1227 году владения Чингисхана перешли в руки четырех сыновей от первой жены. Эта родовая линия названа по имени правителя. Чингизиды. Веками каждый прямой потомок Чингисхана беспрекословно почитался и имел привилегию быть провозглашенным правителем степи. Последним ханом казахов стал 27-й потомок Чингисхана, внук хана Аблая Кенесары, сын хана Касыма. Кене хан был сухощав, среднего роста. У него было смуглое живое лицо, орлинные, красноватые, сверкающие умом и хитростью глаза и раздувающиеся ноздри. Он говорил мало и держался сурово и спокойно, с большим благородством. На голове носил окаймленный кундузом небольшой меховой дымак. Одетый в бархатный бешмят с опалетами, со знаменщиком позади, скакал он всегда впереди. Есть им хан Теуке, Теуке, летние ханы, которые расширяли территорию на юг, война с южными, за южные города, плюс нашествие джунгаров, война с калмыками. Но образ Кенесара хана – это сопротивление. Это сопротивление российской колонизации. Я не скажу, что это война против России. Он не был в состоянии воевать с Россией. Россия в то время воевала на Кавказе, с Турциями, на фронте с Турцией. А с Казахстаном он не считал для себя, если читать русские источники, они не считали, что там здесь вода на Кавказе, с Шаймилемой воевали. С Хивой воевали, с Туркменой воевали. Но Степи – это была банда Кенесары, потому что Степи, они считали, что это уже их территория. И отдельной, как бы, единой фронта не было. Кенесара пытался один. То есть, огромной поддержки его тоже не было. Поэтому они считали его Шайка – банда и такими терминологиями. То есть, он сопротивлялся, он пытался объединить, но не объединялись казахи. В силу, конечно, политики России, кнута и пряника, подкупали другого. И плюс, все понимали, что Кенесар обречен. И он сам это понимал, что он обречен. Но все равно, он хотел, ими все понимаем, он сопротивлялся этой колонизации. События, связанные с его именем, имеют значение с точки зрения понимания эволюции государственности, традиции государственности, традиции борьбы за независимость. Для того, чтобы понять, что независимость Казахстана – это и есть достояние сегодняшнего дня, безусловно, мы должны обращаться к урокам прошлой истории. Отношения, главным образом экономические, между казахами и русскими начали складываться в конце 15 века. Купцам была разрешена беспошлиная приграничная торговля с кочевниками, но обеспечить безопасность прохождения караванов страны Центральной Азии и Востока можно было лишь на уровне политических договоренностей казахских ханов с могущественной Российской империей. Процесс сближения шел негладко. Это не тротуар Невского процесса. Там была масса всяких неприятнейших вещей. Прежде всего, для казахской элиты существенных, потому что резко ограничивалась ее самовласть. Да, с точки зрения русского чиновничества именно так должно было быть, да? А с точки зрения казахской элиты так не должно было быть. Сюда, в Санкт-Петербург, в 1730 году первым обратился хан младшего жуза Абу-Хаир. Он устал от бесконечных войн и междоусобиц, и поэтому направил императрице Анне Ивановне прошение о патронате. А спустя 10 лет за российской поддержкой обратился и хан среднего жуза Аблайхан. Но два мира с трудом уживались. У российской стороны было свое представление о патронате, а у казахских ханов свое. Конечно, скидные правители и Абу-Хаир, и его последователи никто не мог представлять, в какую форму подданства выявится их взаимоотношение с российским престолом. Россия, став империей уже и распространив свое влияние на обширное геополитическое пространство, и поэтому царские чиновники, конечно, не могли допустить никакого другого типа отношений с соседними народами, которые не обладали такими ресурсами, кроме как вертикального, кроме как подчинения. Как мыслил любой средиазиатский владель, в том числе и Абу-Хаир. Он говорит, «Цан, мы твои подданные, мы тебя уважаем, мы тебе посольству подарки даем, никакого Ясака, никакого участия в твоих войнах, если только добровольно захотим, но без всего, ты в наши внутренние дела вообще не влезь и даже не думай что-нибудь нам приказывать по этой части». Вот ведь позиция. Это совершенно нормальная позиция. Это не то, что Абу-Хаир сам изобрел такую. Она существовала в Центральной Азии много веков, если не исчезнет. От Петербурга до границы со степным Казахстаном 3000 километров. Здесь конфликт с Кенесары не считали войной, а самого хана не рассматривали как врага. Скорее, как возмутителя спокойствия, разбойника, нападавшего на русские отряды в степи. И вполне в духе того времени за его голову была назначена награда, весьма крупная сумма для 19 века 3000 рублей. Поэтому история о том, что отрубленную голову хана отправили через приграничную крепость Омск в Петербург императору, даже сегодня кажется правдоподобной. А как было иначе в 19 веке подтвердить смерть человека? По самой распространенной версии голова Кенехана до сих пор хранится в кунсткамере тайно. Всем известно, что в музее множество анатомических препаратов, которые собирали еще с петровских времен. Почему бы и голове не быть тут? Ведь не все предметы, выставленные на показ, 95% коллекций не покидает хранилище. Кунсткамера – первый музей России. Сейчас это институт этнографии и антропологии Российской академии наук. Здесь веками исследовали быт и материальную культуру племен, населяющих разные континенты. Но прежде всего тех, кто соседствовал с Россией. Система учета в российских музеях исторически поставлена так, что записи есть о любом предмете. Как только он передается в фонд, тут же получает порядковый номер и первичное описание. Где и когда найден, кто даритель и так далее. Поэтому главный документ – здесь приходные книги. В них обязательно должно быть упоминание о голове Хана, если она каким-то чудом попала в Кунсткамеру. Мне предоставили абсолютно все документы и такой предмет, как голова Хана Кенесары, в музей не поступал. А неучтенных или безымянных предметов в Кунсткамере просто нет. В залах музея, открытых для посещения, экспозиции, касающиеся всех частей света. Через много лет эти вещи станут драгоценными для народов, их создавших. В культурном смысле, разумеется. Среди прочего, здесь находится большая коллекция, посвященная Казахстану. Российские ученые собирали ее многие годы. Что-то находили в экспедициях, покупали или получали в дар. Последнее пополнение коллекции делал известный во всем мире ученый Ефим Резван. Он глубоко интересуется всем, что касается степи. Из каждой поездки туда ему удается привезти материал для отдельной книги. Так что степень познаний Ефима Анатольевича о Казахстане как этнографа и антрополога сложно преувеличить. Ефим Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие вот наиболее интересные предметы у вас есть, связанные непосредственно с моей страной? Вы знаете, если бы я просто сейчас стал перечислять и подчеркну самые интересные предметы, взял бы наш каталог и стал зачитывать вам, у нас бы полдня ушло. На самом деле есть фантастически интересные собрания, связанные с именами Радлова и Катанова, выдающихся тюрковогов, Верещагина, знаменитого художника, Чингиза Валиханова, отца Чухана Валиханова, фон Кауфмана, губернатора Туркестана, цесаревича Николая. На протяжении многих лет наши ученые, специалисты кунсткамеры систематически выезжают в Казахстан и привозят оттуда экспонаты. Я сам принимаю в этой работе участие и какие-то экспонаты из Казахстана, привезенные мной, у нас хранятся. Я думаю, что у нас с вами будет возможность посмотреть самое интересное. Вот прямо сейчас, на самом деле, мы можем пойти с вами в нашу лабораторию. Там, насколько я знаю, сейчас для выставки в Астане реставрируют сукеле с интереснейшей историей. Она была в 1899 году подарена нам как раз вашим источникам. Пойдем посмотрим. Кунсткамера для Ефима Резвана – второй дом. Его гостеприимство оказалось поистине восточным. Для меня здесь не было закрытых дверей. В мастерских я увидел, насколько тщательно исследователи изучают каждый экспонат и при необходимости его реставрируют одни из лучших мастеров этого дела. Саукеле – женский свадебный головной убор. На его изготовление обычно уходил целый год, а стоить он в итоге мог как десяток хороших скакунов. Поэтому Саукеле заслуженно считался одним из самых дорогих предметов в приданном невесты. Этот экспонат кунсткамере подарили казахские коллекционеры в конце 19 века. Основа из войлока щедро украшена драгоценными металлами и камнями. Это бесспорно произведение ювелирного искусства. Безусловно, памятники материальной культуры имеют большое значение для понимания истории казахов. Они тоже, так сказать, имеют определенную традицию накопления, потому что ведь памятники материальной культуры свидетельствуют тоже о признаках той же государственности, той же народности, хотите, в конце концов, этничности. Поэтому большое внимание уделяется сегодня тем артефактам, которые расположены в хранилищах за пределами Казахстана. Казахская культура, так сказать, русские и российские ученые занимаются давно, понимаете, уже где-то с 18 века. Но кунсткамера, вы знаете, это 1714 год, когда вот это связано с именем Петра Великого, который открыл это. Потом эта кунсткамера, она стала называться Музеем антропологии и этнографии при Российской Академии наук. То есть вот она расширилась, да, расширился этот музей. Но в фондах этого музея много совершенно уникальных вообще образцов, касающихся обрядов казахов, вот, утварей. Вы знаете, что материальная культура казахов, она представляет громадный интерес, особенно она находит выражение в таких явлениях, как казахская юрта, понимаете, да? Теперь, значит, сбруя, вот это конское снаряжение, вот эти, значит, сабли, все вот виды вооружения вообще, в том числе и, конечно, одежда, одежда, ювелирные украшения. И здесь они нашли такие очень интересные материалы из разных регионов. Они были собраны русскими учеными в разных регионах Казахстана. Омский губернатор организует выставку, и там же идет знаменитая скачка. Цесаревич принимает участие, он в звании, как бы, наследного принца. Он входит в дом Мирама Женедарова из Атбасарского уезда и видит там меч Екатерины II, подаренный Уалихану в честь вступления в удолжен хана Средней Орды. И вот, и он удивленно спрашивает, откуда реликвия у Мирама Женедарова. И он объясняет, что это перешло ему от наследства от его отца. Отец его Женедар Орумбаев Батыр в составе Кенесара Хана. И, возможно, мы провели исследование, возможно, именно Кенесара Хан ему это и вручил, потому что, как показывают жир поэмы, он несколько раз спасал его жизнь. Самого меча нет, мы ищем. Оно как бы у всех память Наркискен холш. Но от него остался пояс. Хан Ксесе, он был сдан русским фондом русского музея в 13-м году Сейльбеком Женедаровым, сыном Мирама Женедарова. Когда я был в русском музее, увидел этот пояс хана Ксесе, мне хотелось понять, какого хана, кому оно принадлежит. И, находя, кто его сдал в 13-м году в музее Сейльбек Женедар, мы вышли к тому, что это со времен Кенесары, врученный деду Сейльбека, отцу Мирама Женедарова. Вот вся краткая история. Большинство экспонатов казахской коллекции кунсткамеры размещено в фондах отдела этнографии Центральной Азии. Попасть туда можно лишь с разрешения хранителей. Старший научный сотрудник Инга Стасевич, главный специалист по истории Казахстана, согласилась помочь. Я вот вам обещал предметы, да, Тимур, совсем небольшое количество, но зато у каждой вещи история. Большое количество ценностей поражает воображение. Парадный топор Айболта, сосуд для кумыса, охотничье ружье, декорированное казахским мастером и многое другое. Понятно, что это ружье подарочное, но, тем не менее, скажите, а вот в то время имело ли место, да, это ружье в степи, то есть пользовались и казахи таким оружием? Конечно, пользовались, но в данном случае мы говорим об охотничьем оружии. Это охотничье ружье 13-й калибр, и в 19 веке, в конце 19 века казахские охотники пользовались огнестрельным оружием. Но нельзя забывать о главной цели моих поисков. Действительно интересные предметы. Скажите, а есть ли у вас какие-либо вещи, которые могли принадлежать кенесары или кому-либо из его семьи? В 1898 году казах посетил наш музей. Беркинбаев его фамилия, и он удивился очень скудности казахских коллекций, которые у нас представлены, и пообещал дирекцию, что пополнит фонд музея. И действительно, через год поступило 88 прекрасных вещей, которые отобрал сам носитель традиции. Это были одни из ярких образцов декоративно-прикладного искусства казахского. Там были войлоки, ковры, модель юрты, и в том числе пояс. Пояс кисе – традиционный пояс, очень характерный для казахской культуры. Это пояс воина, пояс охотника. Но тот пояс, который нам привезли, по описи принадлежал одному из потомков Абалайхана. Возможно, это действительно линия, связанная с кенесары, то, что вас интересует. На поясе есть надписи на арабском языке, есть имя Кадырбай. Мы не знаем точно, что это за имя и как оно связано с династией после Абалайхана. Возможно, это один из владельцев, который оставил таким образом подпись на том, что этот пояс принадлежал ему, потому что, опять же, такие пояса передавались как семейные реликвии от поколения к поколению. Получается, любой из этих предметов мог быть свидетелем избрания кенесары Касымова ханом в 1841 году. На вершине холма расстелили белую кашму, большой кусок войлока. Сначала молился Аксакал, затем самые уважаемые соратники три раза подняли хана кенесары над головой и уступили место другим желающим почтить нового правителя. Потом же, по обычаю, кенесары одарил всех присутствующих. Ибо истинный хан не имеет своего имущества. Его богатство – богатство его подданных. Каково же было мое волнение, когда Ефим Резван пообещал показать нечто уникальное и очень важное для любого казаха. То, о существовании чего даже в Петербурге знают лишь единицы. Как выяснилось, речь не о голове хана. В фонограмм архиве Академии наук хранятся первые звуковые записи, сделанные в степи. На восковых валиках изобретения Томаса Эдисона запечатлены песни моего народа конца XIX века. Это сумел сделать немецкий ученый-этнограф. Рихард Карутс. Родился в 1867 году. В начале XX века путешествовал по территории Казахстана. Описал нравы, обычаи и искусства местных жителей. Впервые в истории в 1905 году произвел аудиозаписи вокального творчества казахов. Передал их на хранение в берлинский фонограмм-архив. Умер в 1945. И вот представь себе, 1905 год, Мангышлак, сентябрь месяц, и немецкий ученый появляется тогда с фантастически современной аппаратурой и договаривается о записи казахского фольклора. При этом я понимаю, это не то, что некий выдающий исполнитель. Это вот абсолютно, и с моей точки зрения, именно это важно. То есть до нас дошли звуки музыки и голоса абсолютно обыденные. Вот так люди играли для себя. И в этом, мне кажется, как бы великое значение того, что здесь хранится, и, собственно говоря, значение вот этих записей для казахов. Голос этого акына звучит впервые спустя 110 лет. Насколько нам известно, это самая ранняя аудиозапись казахского фольклора за всю историю. Это, конечно, просто поразительно. Удивительные, удивительные записи. Но все-таки самая ранняя запись казахского фольклора. Вот и рукописи не горят, и валики не плавятся. По мелодии видно, что это какой-то образец обрядовой музыки, потому что у этой мелодии такой небольшой диапазон, повторяющийся мотив многократно. И, видимо, все-таки какая-то обрядовая музыка, может быть, это, не знаю, жарапазан, может быть, какие-то заклинания. Он приезжал в 1903 году на Мангастау. Конечно, он изучал туркменов и объездил в эту восточную часть Каспия, полуостров Мангашвак. Он как бы хотел записать, в основном туркмен хотел записать, но он обнаружил вдруг, что на этом полуострове живут казахи. Вообще, надо сказать, что этот труд такой, один из первых и фундаментальных трудов по вот этому региону. То, что вы нашли в Петербурге, в Кунскамере, это тоже, наверное, одни из первых образцов, записанные на валике. Потому что до этого ничего не было создано, чтобы зафиксировать эту музыку в чем-нибудь, в каких-то носителях. Ефим Анатольевич, скажу честно, я был буквально поражен той коллекцией, которая имеется у вас в музее. К огромному сожалению, Тимур, об этой коллекции очень мало кто знает. А ведь она рассказывает, поверьте мне, фантастические истории, которые касаются и Казахстана, и России. Просто, кажется, руку протяни, и вот эти вещи начнут нам рассказывать, и главное, что показывать нашу с вами историю. Но почему-то вот никто не приходит реально, вот вы едва ли не самые первые. А что касается вот запросов относительно головы Кенесары, то здесь их было великая множество. Но тем не менее у вас в музее имеется некая коллекция черепов. Конечно. Она одна из самых крупных в мире. Там многие десятки тысяч черепов. Величайшая кронологическая коллекция. И, кстати говоря, в ней хранятся в том числе и костные останки ваших соотечественников. Вот угадайте кого. Кейко-Батер? Кейко-Батер. Я специально задал вам этот вопрос, потому что вот мы ничего не скрываем. Вот у нас есть череп Хаджи-Мурата, об этом фактически знает вся страна, достаточно вот в интернете набрать, да. Точно так же и с черепом Кейко-Батыра. Другое дело, что у нас существует определенная музейная этика, и согласно которой мы не предоставляем средству массовой информации право съемки костных остатков исторических деятелей. В то же время исследователям мы их всегда предоставляли. Кейки Кокембайулы родился в 1871 году. Кейки Кокембайул был активным участником торгайского восстания 1916 года. Революцию 1917-го Кейки-Батыр принял равнодушно, не присоединившись ни к красным, ни к белым. Советскую власть не признал. В 1923 году его дом окружили милиционеры. В перестрелке Кейки убил шестерых и ранил девятерых нападавших. Разъяренные милиционеры отрубили ему голову и отправили ее как подарок вождю пролетариата Владимиру Ленину. 20 лет назад голову Кенисары якобы видели в Петербурге. Версия о том, что голова хана была послана российскому императору, документально не подтверждена. Есть у нас военно-медицинская академия, при которой имеются такие хранилища всяких черепов. Попасть в закрытое военное учреждение непросто. Ваши товарищи обратили внимание на один экспонат, думая, что это как раз то, что им нужно. Как могут выглядеть останки хана спустя полтора века? Что именно искать, мумифицированную голову или череп? Если это была жаркая погода и голова была обескровнена, то такая голова тоже могла быть мумифицирована. Кто подтвердит подлинность головы? Можно ли сравнить ДНК древних костей и ныне живущих потомков великого хана? ДНК извлекается, сохраняется лучше всего, так скажем, в зубах. Исключительные качества полководца Кенесары Касымова признавали даже его враги. Сохранение головы или черепа после смерти ее носителя, это характерно для практически всех культур. Известна традиция делать из черепов неприятелей драгоценные чаши. Тот, кто из них пил, получал силу врага. Такого экспоната в собрании государственного эрмитажа нет и не было. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ